добрый день друзья мы в декантере и мы продолжаем говорить не только о крепких напитках но и о вине и сегодня у нас очень необычный ценный гость как я считаю и поговорим мы о российском вине у нас в гостях павел швец винодел из севастополя добрый день как мы знаем российское вино последние годы является основным таким локомотивом движения вперед на винном рынке кому-то это нравится кому-то это не нравится но мы попробуем разобраться в этой теме чуть глубже чтобы понять какие перспективы ждут российское вино и что вообще сейчас происходит павел давайте начнем с вопроса о том какие же перспективы вы видите в российском виноделии что сейчас происходит и не обобщая именно на вашей надельник какие планы как вы видите поменялся рынок рост спрос отношения как меняется в умах людей движение к российскому вину ну смотрите просто существует много разных ниш есть недорогое вино массового спроса есть среднего ценового сегмента есть более там дорогие мы стараемся делать вино максимально сложным интересным многогранным то есть это и мое увлечение жизни скажем так и мой какой-то вектор развития мы предприятие полного цикла на свой виноградник свое производство своя бухгалтерия своя значит все мы делаем от начала до конца и у нас будет даже высокая себестоимость в россии если ты имеешь 10 гектар и не покупаешь виноград нет никакого там контрактного производства она реально будет дорого чтобы не вылететь в трубу то есть приходится вроде высокие наценки наши вина ведь прекрасно даже цены и качества мы сами много мониторим и пробуем много разного вина иностранного за те же деньги сравниваем с нашим мы понимаем то есть у нас нет как вот там космических цены хорошее наши цены и качества но тем не менее мы попадаем в рестораны класса а где работают квалифицированные сомелье где приходят гости которые способны пить вина там условно там 10-20 тысяч рублей за бутылку и хочу сказать что вот в этом ценовом сегменте мы и вот я не вижу какого-то супер интереса к российскому вину и в этом ценовом сегменте очень мало каких-то действительно прорывных классных интересных образцов которые бы могли конкурировать с винами европейскими за те же деньги вот лично я тоже хожу по разным ресторанам и честно говоря строить с российским вины практически всегда пролистываю я просто посмотрю что кто что делает да но опять же каждый чек находится на определенном уровне понимания вина кому-то нравится одно кто-то вырос уже до чего-то более сложного более опять же многогранного и как правило более дорогого да и он выискивает для себя что-то интересное я обратил внимание еще там год назад побывав на одном мероприятии в новороссийске и было много российского вина там порядка там 70 80 наименований я увидел одну тенденцию вина чистые без ошибок и для многих виноделов это является пределом мечтаний нужно сделать так чтобы она была как бы нормальным и уже в среднем и низком зонам сегменте рынок этого жаждет и зачем производителю что-то еще значит придумывать если экономика и так складывается нет конкуренции который бы подталкивал людей делать что-то более серьезное более сложное но я так вижу что это определенный этап это определенный период в развитии российского виноделия когда виноградник станет больше тем можно государство помогает как-то создает даже какие-то заградительные пошлины для того чтобы помогать российским производителям продавать минуту мне это сильно удивило последний раз нам представьте себе виноделы говорят государство дайте денег чтобы последний виноградники государство дало там миллиарды рублей чтобы эти виноградники были посажены. Теперь вино не продается, эти виноделы приходят к государству и говорят, что не продается, и государство вынуждено опять же реагировать, потому что вложенные деньги, чтобы эти винограни не заросли, чтобы эти инвестиции имели хоть какой-то смысл, и для производителей опять же нет какого-то вот стимула, желания, каких-то ассоциаций, каких-то вот такого общего вектора развития, чтобы прорабатывать новые технологии и внедрять их, улучшая максимально качество вина. Причем, знаете, любой винодел, более-менее вменяемый, он понимает, что для того, чтобы улучшить качество вина, тебе нужно больше денег тратить на обработку виноградника, больше ручного труда, чтобы получить ягоду с определенным химическим составом, нужно купить, наверное, получше оборудование, нужно иметь классную лабораторию, нужно иметь больше места для того, чтобы расположить больше бочек и дольше вино выдерживать в бочке и в бутылке. И это каждый момент связан с инвестициями. Зачем вкладывать больше, если так нормально? Вот многие, кто приходит в вино исключительно рисуя себе некие там бизнес-проекты и видят в этом зарабатывание денег, есть некие многие учредители, знаете, которые, ну не являются, они бизнесмены, но не являются супер, знаете, такими вот фанатами вина. Не горят. Не горят, глаза у них не горят, да, горят там от как бы цифр классных, от графиков продаж там и так далее. Экономика во главе угла, все супер. И, конечно, такие предприятия двигаются намного медленнее, и вот эта помощь государства, опять же, препятствует тому, чтобы конкуренция была таковой, которая бы двигала людей на создание чего-то классного. Людей с горящими глазами, в отрасли тоже много, но у них нет денег, чтобы сделать предприятие полного цикла, понимаете. Я вижу тоже много ребят, которые из покупного винограда приходят на предприятие, где арендуют какой-то маленький подвальчик и делают интересные вина, да. Знаете, все вино из трех частей, вот из винограда, своя виноделие и маркетинг, да. Люди, которые приходят из рынка вина, имея какой-то опыт продаж, понимая покупателей, понимая тенденции в мире, которые возникают, моду на вино, тренды на вино. Ну, на самом-то деле, очевидно, что вся эта мода на вино создается во Франции в основном, да, распространяется сначала по Европе, потом по миру, и через энное количество лет она там приходит в Россию. Вот люди, которые увлечены и понимают, что к чему там на Западе, да, они способны создавать интересные продукты. И вот когда эта мода доходит до нас, а этот продукт уже готов. Ну, у таких ребят, которые вовлечены в этот мир, нет денег, чтобы посадить виноградники, нет денег, чтобы садить свой винозавод. Я тоже, знаете, купил землю в 2006 году, в 2008 посадил виноградник, а в 2013 продал первую бутылку. То есть все эти годы мне нужно было как-то инвестировать, платить зарплаты, да, сажать виноградники, покупать ГСМ, строить завод, покупать емкости. Нужно много денег, а когда много денег нужно, тебе необходимо брать такого старшего партнера и потом делать все, чтобы он был доволен. Хотя, конечно, отрасль зарождается. Кстати, вот несколько дней назад у меня была встреча с представительными ПСБ банка, которые сами инициировали эту встречу с таким, значит, запросом, какие банковские продукты нужны для того, чтобы стимулировать развитие отрасли. То есть все вроде бы хотят, государство хочет, банки хотят, да, но все равно я не вижу большого количества проектов, которые бы делались людьми по-настоящему увлеченными. Зарождается что-то, да, виноградники ссадят, да, что-то появляется, но результаты мы увидим через 3-4 года, когда эти виноградники чуть-чуть подрастут, когда эти производства наладят, получат лицензии и начнут что-то выпускать. На сегодняшний день я все равно вижу, что больше, ну, все винодельни России можно разделить на те, которые были унаследованы от Советского Союза, крупные предприятия, которые принадлежащие, опять же, людям, у которых, ну, главное, чтобы экономика складывалась. Вторая категория – это те предприятия, которые создаются людьми, знаете, так, потому что это красиво и денег много. Мы консультировали одно предприятие, когда я говорю, учитель говорит, знаете, вот с вашими затратами, с вашими вот этими вот планами, да, и желаниями предприятие ваше окупится через 67 лет. Говорит, ничего страшного, да, делаем. То есть для многих это не является источником дохода, они просто это делают, а бы было. И вот, опять же, третья категория – те, кто пытается зарабатывать на этом денег, но это долгий, сложный путь, эта экономика тяжело считается и тяжело превратить ее в реальный источник дохода. Ну, может, там, шуточно, да, то есть, но когда-то мы с одними виноделами общались, где-то год назад, полтора, обсуждали, что вот если создать ассоциацию виноделов, которые бы были, первое, полного цикла, второе, чтобы они были семейными предприятиями, чтобы там не было долгов, чтобы они были рентабельными, и чтобы основным источником дохода для семьи было именно это дело, по выращиванию винограда, производству вина и его продаже, то вот еще год назад таких бы предприятий в этой ассоциации мы были бы одни практически. Понимаете? Понимаю. И когда мы говорим, что развитие, 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 развитие сегодня в том, что люди покупают земли и сажают виноградники, но когда продукт этих виноградников выйдет на рынок, когда эти предприятия производятся в предприятии полного цикла, когда они испытают конкуренцию и со стороны, в первую очередь, европейских производителей, виноторговых компаний, когда они поймут, как формируется, как бы, система образования в школах Сомелье, когда они увидят, что есть конкуренция и между, как бы, собой, я думаю, что впереди еще период собственности. То есть я вижу, что многие люди приходят даже в эту отрасль, даже с горящими глазами, у них есть некие иллюзии по поводу того, что это вино будет потом продаваться. То есть даже вот, когда я вижу, куда винодел, понимаю, значит, его насмотренность, его уровень, как бы, понимания рынка, вина в целом, и агротехники, и технологии, я не очень верю, что этот проект будет успешным в будущем. Поэтому что-то больше будет происходить. То есть, по вашему мнению, грубо говоря, подытожим, есть момент, что мы не очень готовы к тому, к чему идем, нам нужно определенное количество времени и профессионализм, который там где-то зарождается, где-то фокусно появляется, он должен быть в совокупности с возможностями и с идеей качественного продукта, а не удовлетворение, скажем так, просто объемов рынка, который требует вина средней цены, нижней, скажем так, полки, но с хорошим оборотом. Ну, смотрите, и да, и нет, просто я вот еще раз, да, чтобы все-таки там подытожить. Вот есть отрасль, да, она, не могу сказать, что регулируется прямо вот четко, да, у нас до сих пор законы меняются, до сих пор пишут новые подзаконные акты, какие-то новые концепты придумываются, есть какие-то региональные ассоциации, есть федеральная саморегулируемая организация с какими-то, значит, там еще структурами в регионах. И повторяю, правила меняются сейчас, все говорят, Россия, Россия, российское вино, класс, круто, садят новые виноградники, но для того, чтобы инвестор, да, и человек, который входит в эту отрасль, четко понимал, как это будет в будущем, необходимо, чтобы все-таки была какая-то стратегия четкая, да, что нам вот нужно делать столько-то вина в таком-то целом сегменте, да, чтобы напоить людей, как бы, там, через супермаркет, да, вот там, средний ценой сегмент, высокий сегмент, чтобы люди понимали объем рынка, чтобы они понимали, что вложенные деньги, они все-таки принесут некий результат, чтобы сформировались эти наименования по происхождению, что эти апелляционы, все-таки, загрузы, ММП как-то превратились в результат, да, пока в основном вот этой стратегии и вот этих четких, как бы, планов и векторов развития в плане маркетинга, их пока не существует, сейчас просто увеличиваем объем, и за счет вот этого большого интереса к вину туда приходит еще больше и больше инвесторов, но четкого понимания, что будет с их производством через 3-5 лет, какую продукцию они должны делать, за какие деньги продавать и куда продавать, ни у кого, конечно, нет, все идут так, значит, у каждого свой путь и кто-то куда-то идет, да, но я боюсь, что без вот этого диалога между, там, властью, ассоциациями, самими виноделами, без построения четкой иерархии и концепции сложно будет двигаться сообща, да, это будет такое вот бурление, будет какую-то неуправляемая история, да, конечно, еще раз говорю, есть там, ФСРО пытается как-то возглавить эту историю, как бы двигаться вперед, но и в ФСРО есть сложности, то есть этот закон последний, который появился, мне, например, очень странно, то, что в рамках вот этих ЗГУ и ЗНМП ФСРО, ну, это же как бы их основная функция, на общем собрании и в федеральной организации, и в региональных организациях виноделы должны голосовать пропорционально своим виноградникам, ну, а если у нас в Севастополе 50% это Инкерман, то, что, получается, Инкерманом напишет стандарты и правила, которые мы должны будем выполнять, и потом у нас же будет проверять, выполнили мы их или нет, с возможностью их переписать в любой момент, получается, что мы должны создавать бренд Севастополь, которым управляет не мы, зачем создавать что-то, что тебе не принадлежит даже в какой-то там части, поэтому, ну, здесь тоже можно понять, есть там Инкерман и маленький фермер, и не может, и два, например, маленьких фермера, если, в общем, собрать два маленьких фермера, будут управлять Инкерманом, вот тоже бред, в общем, нет какого-то четкого, как бы там, видения и понимания, все формируется, осознание каких-то государственных законодательных норм приходит в голову виноделов тоже с некой задержкой, и самое главное, что у многих виноделов очень разный уровень насмотренности, для кого-то красота, она вот в этом, да, в плане даже этикетки, какого-то вот эстетики вина, да, его вкусовых каких-то характеристик, а для кого-то это совершенно другой уровень, то есть у них у всех разный уровень образования, разный уровень осознания вина в целом, вот в чем проблема. Бытует такое мнение, что, в общем-то, российское виноделие идет по пути американского, я поясню, в общем-то, сейчас, если вы приезжаете в Нью-Йорк или какой-нибудь крупный американский город, в винных картах на полках магазинов 70% американского вина, американское вино самое лучшее априори, и все остальное это, ну, какая-то пропорциональная составляющая с точки зрения мировых там трендов, классиков, всего остального, фокус на местный свой продукт. Как вы относитесь к такому мнению, что, предположим, через 10 лет российский винный рынок будет выглядеть примерно так же, то есть будет, предположим, 50% представленности большой российских вин, разных вин в разных сегментах, и 50% всего остального. Сейчас, например, мы, наверное, наблюдаем где-то 70 на 30, может быть, или 80 даже на 20 в сторону европейских вин. Как вы относитесь к такому суждению? Ну, я считаю, что если делать вино в угоду потребителю, по вкусу потребителя, то мы все это должны делать все красное, полусладкое, мощное, густое, плотное, а я такое делать не хочу, да, и наши терруары намного более разнообразны, чем в той же Америке. Я хочу сказать, что всю эту напу, она 14,5 спирта, это кисели, там мощнейшие вина, ложку ставишь, говорят, вот такая шура, она не падает, да. Я лично такие вина не люблю. Любой человек, который имеет опыт дегустации вина, он понимает, что мощными винами и еду не позапиваешь, они слишком пьяные, они очень плохо старятся, и вот эти южные вина делать не получается. И хочу сказать, что в Соединенных Штатах, в принципе, ну, там Орегон еще есть, конечно, да, там, ну, и даже Орегонский пилонуар, он южный, как ни крути, он намного более сладкий в аромате, еще даже в молодом возрасте, это очень такие концентрированные вина, и у нас намного более разнообразный терруар, это первое, да. Второе, я считаю, что мы должны интегрироваться в общем мировое винное пространство, для того, чтобы завоевать какую-то свою нишу, торговать и делать вино не только в угоду среднестатистическому российскому потребителю, а ставить ими планку намного более высоко. Тем более, что, знаете, российское вино, вот такое, что такое российское вино, какого типа и стиля оно, у нас очень разные природный потенциал в разных зонах, даже там Крым, он вроде бы маленький, у нас на юбоках растут пальмы и оливки, а Белогорск, это вообще полюс холода, в Севастополе одна ситуация, на Кирчевском полуострове совершенно другая, Таманский полуостров, это вообще тотально другое, там Новороссийский, это вообще другое, у нас очень много подзон, очень много терруаров, которые способны создавать продукцию, очень сильно отличающую друг от друга, вот есть Франция, да, где очень много типов и стилей вина производят, и мы тоже имеем потенциал для производства вин очень разных типов и стилей, но у нас пока не сформировалось ни внутри каждого региона, ни глобально в России, какой-то вектор, куда мы движемся, мы стремимся к созданию каких-то маленьких виноделин, естественно, тогда вина будет высокого качества, высокой цены, но мы же не можем потребителям не дать вина недорогого, ну в общем я за глобализацию, но в правильном смысле, то есть если у нас есть потенциал делать классное вино, то зачем нам выращивать там дешевое вино для того, чтобы напоить страну вином, лучше дешевое покупать в Чили в Аргентине, а самим делать классное и на вырученные деньги покупать вот это Чили, то есть экономика будет лучше, интереснее, но когда вот в условиях сегодняшней политической ситуации в мире, конечно все хотят максимально отгородиться друг от друга, делать там полный цикл у себя в странах, виноделин настолько долгоиграющая отрасль, что мне кажется, что нужно смотреть, наверное, и в одном направлении, и в другом, и создать какую-то продукцию для массового спроса, тем более что у нас тоже есть теруары именно для этого, то есть на той же Тамани, где равнина, песок, больше черноземов, огромный урожай, то есть вина получается достаточно в большом количестве, стабильно, качественно, при правильном подходе, они вполне себе там не очень дорогие в себе стоят, тем более предприятия большие, на этом можно как-то играться, но есть тоже там Севастополь, есть какие-то более мелкие теруары, ценные, где должна быть продукция более высокого качества, но тоже иногда не очень приятно, когда люди работают в каком-то теруаре, который, знаете, как говорят, для морковки, говорят, а что, а мы стремимся тоже в высокий ценовой сегмент, а так как потребитель особо это не понимает, такого иерархии пока нет, и с помощью там инстаграма, фейсбука и какого-то умелого маркетинга они пытаются делать вид, что их продукция тоже очень классная, да, то есть некоторые люди пьют, не имея большого опыта дегустации, способны кивина покупать, но это как бы неправильно, вот и сообщество, и надеюсь, это вызывает только как бы улыбку и желание быть, а не казаться, то есть каждый должен знать свое место, условно, и природный потенциал, он в будущем все равно сформирует эту иерархию с точки зрения типов и стилей вина и их цен. Друзья, мне кажется, очень интересная у нас тема, многогранная, мы, в общем-то, много уделяем внимания разным аспектам, как нам улучшить и винодельческую отрасль всем вместе, и как не равняться на низкий сегмент, который, в общем-то, наверное, нужен, но нужно идти вперед, поэтому подписывайтесь на социальные сети Декантера, на телеграм-канал, обязательно подпишитесь на инстаграм-канал Павла, там много интересной информации, очень красиво все, качественно сделайте, это сейчас, и следите за самым интересным. Давайте еще, наверное, такой вопрос, как вы думаете, вся ситуация, которая сейчас происходит, она может развиваться по-разному, но в целом мы прекрасно понимаем, что сегментарно потребитель немножечко изменился, то есть, если, грубо говоря, раньше мы говорили о том, что средний класс или, ну, такой, средний ценовой сегмент очень востребован, наверное, является самым продаваемым, то сейчас, как мне кажется, он разделился в две стороны, это вниз и вверх, то есть, вот эта серединка, она стала не так востребована, хотя в Москве очень много достойных мест, большие винные карты, топовые рестораны, развитые сомелье, вот как вы считаете, российское вино, оно должно как раз в эту серединку, на данном этапе развития зайти, или оно должно вот выйти, наоборот, из нее в какой-то такой топ, чтобы люди, понимающие, ценящие вкус, время и свои деньги, обращали внимание вот на сопоставимый в разных характеристиках продукт уже сейчас, куда вот российскому виноделью лучше такому, как у вас, шагнуть? Сильно вверх или попытаться вот эту середину, назовем так, для среднего класса, остаться в сегменте. Знаете, я как бы не знаю, у меня многие говорят, что швеция отличный маркетолог, я никакой не маркетолог, у меня просто 10 гектаров, если будет дешевле продавать вино, я разорюсь, я стремлюсь делать качественное вино, и я нахожу покупателей и в лице сомелье, и в лице частных клиентов, которые покупают наши продукты, востребованы, я не покупаю вино в супермаркетах, я не знаю, сколько оно стоит даже, я живу совершенно как бы в другом, парадигме здоровья. Глубый парадигм, я стремлюсь сделать лучше вино в мире, это моя жизненная цель условно, я использую какие-то свои знания, пытаюсь читать кучу разных книг, общаюсь с разными консультантами, мы с каждым годом улучшаем свои подходы к производству винограда, в первую очередь, мы меняем технологии, находим новое оборудование, находим новые приемы, и вся моя команда, она увлечена вот этим направлением, да, а как оно там происходит в других каких-то нишах, я смогу только наблюдать, вот так как со стороны, общаясь с другими виноделами, и понимаю, что у них в голове, и какая мотивация у них, что они в целом хотят, да, какие цели преследуют, и вот исходя из общения с виноделами, я вот имею некое представление, но как у них складывается экономия, сколько продает, я не знаю, в таком-то основном сегменте какая-то винодельня, я не знаю этой статистики, кстати, тоже интересный момент, знаете, вот здесь у нас сложнейшая система, вот этой отчетности по вину, рост алкоголорегулирования, эти акцизные марки там и так далее, а вы понимаете, что вот эта статистика о том, какое вину, за какие деньги, в каком регионе, в какое время, года, суток продается, какие операции делать, те или иные виноделы, для того, чтобы продаваться этому вину, что вот это с помощью этой статистики, это как бы бигдата фактически, да, можно делать очень серьезные выводы, которые помогли бы развитию отрасли, но я, честно говоря, не знаю, кто имеет доступ к этой статистике, кроме нашего там Минфина и налогового, то есть эти данные можно обрабатывать, и принимать классные решения, в какой нише работать, выстраивать многолетние стратегии, для предприятий разного уровня, и дорогих, и среднего ценового, и низкого ценового сегмента, но, к сожалению, я не слышал, чтобы кто-то эту информацию получал, анализировал, делал какие-то выводы, вот, у нас есть еще такой прекрасный инструмент, но, к сожалению, пока не доступен, я надеюсь, что включимся, какой-то процесс, и найдем какой-то... Ну, будем надеяться на развитие, в общем-то, во всех направлениях, которые вы затронули, и, в общем-то, все вместе, наверное, не будем, как вы уже сказали, в разные стороны двигаться, а найдем какой-то свой вектор, свой путь, и все вместе перейдем туда. Блиц в конце, я решил, что это крайне важно, интересно, и, соответственно, вы отвечаете, что вам просто ближе. Поехали. Тоскана или Бургундия? Бургундия, конечно. Дуб или сталь? Дуб. Пино-нуар или Кабернет? Пино-нуар. Жаркий год или дождливый? И то, и другое плохо. Ну, тут разные вещи. Не бывает жаркого и дождливого. Каждый год есть и температура, и влажность определенная. И это баланс двух вещей. То есть не бывает такого, что он жаркий или дождливый. Окей. Здесь и сейчас или длительная выдержка? Длительная выдержка, конечно. Крым или Лас-Вегас? Крым. И 100 баллов по Паркеру или видео в Декантре? Видео в Декантре. Спасибо, друзья. С нами был Павел Швец. Его прекрасные вина, его желание сделать самое лучшее вино в мире. И, кто знает, возможно, уже скоро после ролика в Декантре вина Павла получит 100 баллов от Роберта Паркера. Нет? Я никогда никому не даю свои вина на какие-то анализы, на какие-то рейтинги. Считаю, что рейтинг – это зло. Его команда приедет в Россию, чтобы... Мы их не пустим. Мы их не пустим. Пусть в магазине покупают и пробуют. Ну что ж, друзья, вам спасибо. Пейте самое лучшее, интересуйтесь самым актуальным, следите за нашими выпусками, открывайте все лучшие бутылки, не храните все в чуланах и до новых встреч. Спасибо.